Всем привет, это канал TGI, и сегодня я покажу вам одну из игр, которые, в принципе, создал, собственно говоря, я, то есть, в принципе, создал TGI, да, так скажем. В общем, тренажерная эта игра называется Escape Ball Online, сокращенно EBO. Вот, игрушка довольно-таки интересная, я ее уже давно-таки давно, но при этом я все еще ее обновляю. Ну и, в принципе, все это название, игра у нас онлайновая, в ней есть мультиплеер рабочий, функционирующий, там вообще-то все довольно-таки интересно, сама по себе игра тоже довольно-таки интересная. В ней есть музыка, но музыку я выключил, либо, мало ли, на нее есть авторские права, я об этом не знаю. В общем-то, ребята, ссылочка на игру, если что будет в описании, так же там будет ссылочка на группу ВКонтакте и на страницу на GameZoad. Это сайт с инди-играми. Вот, так же не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, я думаю, вы все это уже знаете и слышите не первый раз. Окей, теперь давайте введем наш никнейм, можно писать абсолютно любой никнейм, я же введу вот такой вот никнейм, нажимаем Войти, и у нас сразу же вот такой вот лист обе. Сейчас тут пусто, потому что игроков сейчас не особо много, ну вообще, в принципе, не особо много, потому что игра, к сожалению, не такая же популярная, как хотелось бы. Поэтому вот, но, в принципе, давайте садим только вобби. Я садил вобби, например, гейм, в принципе, не важно, какого это название, нажимаем Create. И нас с вами перебрасывает, собственно говоря, в первую локацию этой игры, она называется Summer Travel, как видно справа внизу. Вот, здесь есть звуки, конечно же, здесь, значит, нужно прыгать, да, то есть это физический платформер сам к себе. Вот, то есть, в принципе, да, опять-таки, он находится в категории физического платформера, то есть здесь вот вы играете за шарик. Вот, и просто-таки катаюсь по локациям, и сейчас вам все, в принципе, довольно-таки покажу детально. Так, здесь также можно строить монетки, они ничего вам не дают, они просто как, так скажем, декорация. Так, давайте нас оккупируем вот этот логи, интересно, потому что встать между двух кнопок. Так, здесь у нас есть писти, мы лучше вообще никак не соприкасаться. Значит, вот его первый объект, который у нас все нужно двигать, это ящик, и он может распилиться оба пивуши, я сама это все покажу. Оп, так, видите. Происходит довольно-таки резкий звук, да, но, в принципе, у нас это все распиливается. Да, звук реально довольно-таки резкий, я думаю, что это можно будет по-тоже, по-тоже убрать. Так, дальше у нас имеются также вот такие вот палочки, тоже ящики, из них, в принципе, можно что-нибудь даже сейчас выделить. То есть, все здесь двигать можно, то есть, опять же, можно просто двигать все эти палочки, можно построить домик даже, если вы будете играть с друзьями, потому что, если у каждого шарика, каждый шарик, извиняюсь, он, естественно, как бы, может двигать другой шарик. То есть, таким образом, можно сделать здесь буквально все, что угодно, хоть башню там большую, хоть что, потому что игроков здесь на сервере может быть очень много, я, честно говоря, сам не понял до конца сколько, но я думаю, что игроков 10 здесь уж точно вылезет, как минимум. Так, ладно, давайте приемлемо в следующую локацию, перемещение по локациям здесь проходит сквозь порталы, проходим в портал, вводим на локацию под названием Winter Forest, как это, опять же, видно справа внизу. Так, и здесь уже такая красивенькая локация, на самом деле, и скин применял у своего персонажа, и такого снежок пошел. Также здесь санки, это очень даже прикольно, и вот такие вот ледяные монетки. Кстати, монетки больше нигде сейчас они будут, то есть только на первой локации, и на второй. Также здесь вот такие вот ледяные брусья, они ничего особенного не дают, просто они тут есть, и, в принципе, можно из них что-нибудь уже построить, либо же какой-нибудь челлендж выполнить, например, там не сломать замок, в общем, в игре реально делать можно просто все, что угодно. Так, дальше, ребята, как вы могли заметить, одной из брусьев телепортировалось в следующее измерение, сейчас вам покажу, то есть здесь можно объекты с одной местности телепортировать через портал на другую, это довольно-таки тоже прикольно, но я это довольно-таки недавно, то есть буквально на, ну, неделю назад, примерно, то есть когда игра только выходила, она выглядела совсем по-другому, и, возможно, когда-нибудь я даже выпущу первую версию на GameJolte, чтобы вы смотрели, какая игра была и какая она сейчас стала. Ну да ладно, мы, в принципе, переходим в портал, и это у нас уже электрическая локация, она называется Electricity, как мы видим, здесь у нас ледяные брусья у нас уже сложились, вот они тут лежат, можем тоже двигать. Вот, таким образом можно двигать, например, ну, очень много объектов в разные локации и строить просто что-то большое. То есть, в принципе, возможности игры не ограничены ничем, и это реально довольно-таки круто, я считаю. Вот, вообще на игру идет под 5-4 месяца примерно, ну, может даже, нет, не 4 месяца, а даже больше, ну, полгода примерно, ну, в общем-то я, честно говоря, не считал, но я думаю, это можно потом посмотреть на GameJolte, а потом, в принципе, я это посмотрю. Так, здесь у нас имеется такая вот ямка, здесь у нас аппараты Тесла, так называемые, но это не совсем они, это просто у нас такая вот электрическая вещь, так скажем, я, честно говоря, не знаю, как ее называть, но, в общем-то, вот такие вот так называемые аппараты Тесла, хотя это совсем не они. Так, наверху у нас тут имеются такие вот плитки, наверху у нас там имеются два металлических шарика, в принципе, больше там очень интересного нет, хотя в этом что-то еще должно быть, нет, больше ничего нет интересного, поэтому мы с вами в другую локацию. Так, кстати, здесь еще можно включить лазер, но, ребят, с этим лазером есть небольшая проблема, Смотрите, вот так подкатываетесь, нажимаете на кнопку Е, английскую, и лазер включается. Но с ним есть небольшой баг, который я в следующей версии пофиксил, потому что лазер, он идёт не только вперёд от его вот этого вот прицела, он идёт ещё и назад, и убивает вас. То есть лазер, он может прожигать блоки, прожигать предметы, и также может прожигать игрока. И вот из-за бага, как раз-таки, он может просто-таки вас прожечь, когда вы включите. Так, ладно, мы с вами идём теперь дальше. Здесь у нас такой большой-большой ящик, который сдвинуть практически невозможно, то есть, опять-таки, если вы будете в одиночку, вы его вряд ли вообще сдвинете. А если с друзьями, то не знаю, с кем угодно, то сдвинуть вы его вполне себе, думаю, сможете. А мы с Нельбременем идём дальше. И, кстати, ребят, пока не забыл вам сказать, также здесь ещё, ребят, имеется чат, а не надо было здесь ещё в самом начале, вот это вот чат, здесь вписываете свой никнейм, например, опять-таки, я беру свой TGI, и пишу сюда любое сообщение, например, привет. Нажимаем на зелёненькую стрелочку. Всё, ребят, сообщение на всём пуляется, можно менять ник, можно менять сообщение, писать сообщение, можно очень нажать длинное, и все они будут добавляться. Пока же здесь даже нету фоут-фильтра, то есть вы можете спамить чат и использовать выражения некрасивые, но это лишь временно, я думаю, что скоро я добавлюсь в такой вот фильтр чата, так скажем. Но я думаю, что да. Так, у нас, в принципе, это адская локация, здесь ничего интересного нет, но здесь у нас просто такой вот скин интересный. Также здесь у нас имеются вот такие вот, в принципе, огненные шарики и лава. Ну, больше ничего интересного нету. Так, давайте репортируем. Ага, шарик у нас репортируется. И да, ребят, это так и должно быть, потому что я вспомнил, что из адской локации нельзя репортировать. Так, идём к следующей локации, очень осторожно, чтобы не вылететь из неё. Это у нас самая живая локация, называется Ладопад. Здесь почему-то, ребят, из-за какой-то проблемы, сейчас, подождите, из-за какой-то ошибки, в общем-то, ребят, здесь не показывается название данной локации. Вообще эта локация называется Ладопад, поэтому я держу вас в курсе. Так, здесь у нас, с вами, имеется несколько довольно-таки интересных пещей. Во-первых, это вот такой вот анимированный Ладопад. Да, конечно, анимация на высшем уровне, но что есть, то есть. И также здесь у нас, с вами, ребят, имеется вот такой вот скелет существа. Я не буду ничего о нём говорить, просто довольно-таки интересно это существо. Я думаю, что те, кто когда-то, через пять лет, на выдохе рекомендации, их им заинтересуются. Ну, мы с этим временем идём дальше, идём вниз. И, ребят, это по факту конец этой игры, да. Но, ребят, если вы досмотрели этот момент, это вы молодцы, потому что сейчас вам покажу несколько довольно-таки интересных секретных зон. Также покажу вам чит-кодек этой игры и покажу вам очень много всего интересного. Итак, во-первых, здесь у нас также имеется и шестая локация. Я думаю, некоторые заметили под крестиком справа цифру 6. Нажимаем на неё, и нас интерпортируют на секретную гоночную локацию. Здесь есть гоночная машина, они вполне себе работают. То есть сейчас вот я сяду в неё, вот, и, как бы, машинки вполне себе сейчас сядут в неё, вот, как-нибудь, вот, вот. Вообще здесь нужно в неё сесть, так, чтобы вам не вылететь. Ну, сейчас я сяду немножко неправильно, как бы, вверх головой. Давайте сейчас повернёмся вот так вот и вот так вот же сядём в машинку. Всё, друзья, поехали. Вот, и, в принципе, да, здесь имеется две машинки на двух веках, в принципе, можете здесь покататься, да, погонять, вот. И также эти машинки, точнее, в конце этой локации стоит портал, который эти машинки телепортирует на первую локацию. То есть из шестой локации можете попасть на первую. Оп, и вы на первую. И да, здесь вы можете просто взять все две машины, телепортирует на первую локацию и делать просто всё, что угодно. Правда, не всё, что угодно, потому что машины здесь попросту нигде не пролезут, но я думаю, что это довольно-таки весело. Также в этой игре есть чит-кодер, я желаю раньше, говорил. Нажимаем на кнопочку 0 на картинатуре, именно не на аппаде, а просто вот, которые над буквами, цифры над буквами, вот вы нажимаете на них на кнопочку 0, и у вас открывается вот такое секретное чит-меню, где вы можете написать чит-коды. Здесь я, наверное, не буду про них все чит-коды, скажу лишь самые прикольные, самые основные. Во-первых, это чит-код для телепортации в пятую локацию, точнее, в электрисити. Ну, это, в Голио-пятая, если я не ошибаюсь. Нет, по-моему, все-таки четвертая. Да, это четвертая локация. Или, подождите, нет, это вообще, по-моему, третья локация. Ладно, вообще-то я уже немножко обед запутался. Но, вообще, теперь же мы с вами сюда set-portal, и идем в первую локацию. С самого ее начала у нас, в основном, появляется вот такой вот портал. Машина его не телепортируется, потому что портал у нас секрет, и в него нельзя ничего телепортировать, кроме игрока. Пригнем сюда, и попадаем во третью локацию, электрисити. В принципе, да, то есть вот такой вот, довольно-таки, быстрый телепорт, то есть вы можете сразу же просто с первой локации за этот чит-код и репортироваться на третью. Окей, идем дальше. Дальше у нас имеют такой чит-код, как gravity. Этот чит-код ломает гравитацию, и вы можете просто вот так вот его включить, и с другими игроками на сервере просто-таки вот так вот летать. Кстати, еще, довольно-таки забавный факт, когда игроков на сервере будет несколько, и вы напишите чит-код gravity.wreck, летать будете только вы. Другие игроки летать не будут, но при этом они будут въедеть, как летаете вы. То есть, такая довольно-таки интересная особенность, то есть, чит-код работает только на того, кто его непосредственно ввел. Но, в принципе, я думаю, будет непроблемо сделать чит-код для всего сервера. Например, знаете, чисто пишешь kick-out, и у тебя весь сервер, вся сессия просто вливает из игры. Я думаю, это довольно-таки интересно было бы. Но, да ладно, ребят, в принципе, так же давайте... Кстати, ребят, еще довольно-таки интересный факт. Загравите в реку, забыл о нем сказать, и только что вот его как раз вспомнил, когда, собственно, увидел этот факт в деле. Вы можете вот таким образом просто поднимется с помощью лазера. Так. И вы можете вот таким образом просто-таки столкнуть этот ящик в одиночку. То есть, вот так вот, хоп. Как вы видите, когда гравитация отключена, у вас гораздо больше сил, то есть, вы стремитесь прям очень сильным, и вы можете вот таким образом просто-таки взять и сдвинуть этот ящик, просто-таки уронить его. Можете его даже куда-нибудь, я не знаю. Кстати, ребят, как эксперимент довольно-таки интересный. Я думаю, сейчас можно будет сделать еще кое-что. Так, сейчас он заплетает ящик. Да, ребят, если что, то чит-код работает только на того, кто его ввел, но при этом, в общем, такая интересная ситуация с этим чит-кодом, дело в том, что вот вы его ввели, и он работает только на вашем ПК, так сказать. То есть, только у вас предметы будут летать, и только, в общем, там все сложено, чуваки. То есть, предметы, и вы сами будете летать только у вас. Точнее, вы сами будете летать. Короче, ребят, я сбудился сам уже. В общем, вы будете летать у всех игроков, не только у самого себя. А вот предметы, которые вы вот поднимаете, летать будут только у вас. Вот так. Так, в принципе, ребят, давайте сейчас уже всё-таки сдвину эту гребанную штуку. На самом деле, довольно-таки долго. Ещё есть такой чат-код, как Gravity Normal. Он уже возвращает гравитацию в нормальное состояние. Gravity Normal. Всё, ребят, и гравитация возвращается. В 19-м вы пишите Gravity Black. Так, я сейчас копирую чат-код, чтобы было попроще. И вновь толкаете этот ящик. То есть, таким образом, я думаю, можно понять, что будут толкать до конца. Так, пишем Gravity Normal. Всё, ребятация. Погодите. Всё, гравитация, в принципе, полный порядок. Вот опять-таки, в чате можно что угодно делать. То есть, вот, 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 вот. То есть, всё, что угодно можно писать. Чат рабочий, опять-таки. Видит его, соответственно, весь сервер. Даже если не ошибаюсь, видит его не только весь один сервер, а его видят все сервера вообще в дуре. То есть, например, вы находитесь на первом сервере, какой-то, какой-то, какой-то на третьем. И вы, получается, пишете в чат, и его видят все сервера, по идее. Мой просьбе, это должно работать так. И сейчас, ребят, я умер. И, к сожалению, я уже не выскажусь, потому что попросту такой функции тут нет. А, да. Так что лучше не умирать в этой игре. Ну, а с вами был канал TGI. Ссылочка на него будет в описании. Ссылочка на его в описании будет в описании. Подпишите, подпишитесь, поставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok